Бывший студент одного из Орловских вузов заочно поступил в Московскую Академию Художеств имени Сурикова. Вот как это было. Привозим переписку. Текст и пунктуация авторские. Дорогие коллеги, высылаю вам свой рисунок. Помогите, пожалуйста, нарисовать нормальную лошадь. Я столько времени убил, а всё равно получается это... ...с человечными ногами. Погибает ведь нормальный рисунок. Мешка творческая. Дорогой Андрей, в вашем рисунке чувствуется истинный талант. Талант хлебороба или наладчика линии высоковольственных передач. Ваш рисунок и письмо вывешено у нас в галереи. Татьяна Рыжкова, художник от слова худо. Ржом все. Спасибо огромное. Если есть ещё рисунки, немедленно насылайте. Мне нравятся песни, называется Педра. Она как раз на тему 18+. Со связами на глазах, профессор Бичаков. Дорогие коллеги, честно сказать, не ожидал такой легкомысленности от столь уважаемых мужей. По-моему, смеяться здесь не на чем. Коллега просит вас о помощи. Что тут смешного? Я, блин, три часа потратил на этих лошадей. Хрен нарисуешь. Но некоторые ошибки я всё-таки подправил. У коней задние ноги коленками назад. Йогу. Это Жака. Подождите, это ещё не всё. Алмазки и краски. Кори скинул тебе в бокопесни. Художник там. От бога. Дорогой Андрюша, вы скоро доконаете старого больного человека. Профессор отвечает. Подождите, я не могу читать, я ржу. Дорогой Андрюша, вы скоро доконаете старого больного человека. Мне нельзя так много смеяться. Вы снова попали в точку. Ваш второй рисунок снова в галерее и собирает толпы народу. Вы срываете занятия. Профессора не могут сдержаться и прыскать при одном упоминании о конях. Андрюшечка, ответьте нам, пожалуйста, на вопрос, какому городу земля русская обязана рождением такого саморозка? Какой садист перебил лошади задние конечности или, может быть, она их сама повредила, прыгая с дерева на первом рисунке? Кто пересадил в сущности худенькой безобидной лошадки, слоновьи, булдышки и собачью голову? И что это торчит у коня, извините, из попы? Практически отслепший от слёз умиление профессор. Это не всё. Дорогие коллеги... Это серьёзно, что ли? Дорогие коллеги, хотя я уже лично стал сомневаться в вашей доброте, по-моему, вы там самодовольные стариканы-консерваторы, которые только умеют что-то насмехаться, а вот чтобы поддержать русскую школу живописи, представителем которой я являюсь, вас нет. Несмотря ни на что, я всё-таки сам добился своего, и в конце концов у меня получились две замечательные лошади. Только в одном я с вами согласился. То, что торчит у коня, извините, из попы, это, кстати, хвост, и неплохой. Действительно должно быть повыше. Я нормально отношусь к конструктивной критике. Ну-ка, нормальная лошадь. Это не всё, боже мой. Дорогой Андрюшенька, и в мыслях не было над вами насмехаться. Напротив, вся Академия ждёт, не дождётся писем от вас. Это капец. Все заходят и спрашивают, нет ли от вас известий. К слову, если у вас есть наброски с другими животными, шлите все непременно. Вы, как я понимаю, анималист. Чудо, а не лошадки. Снова в галерею. Только опять не поймите превратно и не обижайтесь. Можно вам задать ещё несколько вопросов? Только ради удовлетворения своего, и не только своего любопытства. Всем это очень интересно. Почему первая лошадка такая длинная? Может быть, это безумный профессор вколол ей вытяжку из спинного мозга таксы? И почему у этой бедной лошадки только две ноги? У меня, серьёзно, только две ноги. За что второй лошадке так искалечили задние ноги? И, похоже, лошадка, которую вы прислали ранее, ещё раз спрыгнула с дерева. И что это за странные утюжки у всех коней на ногах? Утюжки! Боже, я не могу. Вы искренний поклонник вашего блестящего таланта, профессор. Здесь стоять на месте нельзя. Здесь надо искать, искать, искать.